До конца 80-х Волгоградский регион жил по своему времени, то есть плюс один час к московскому. А в 1988-1989 годах наши и соседние области, Астраханская и Саратовская, снова перешли на столичное. Через 12 лет было принято решение об отмене сезонных переводов зимнего и летнего времени, то есть тогда отказались от перехода на зимнее время. Но уже в 2014 году было решено восстановить местное время, максимально схожее с астрономическим. Жители региона разделились на два лагеря, одни за перевод часов на местное время, другие за то, чтобы оставить московское. Точку тогда поставил референдум, который состоялся 18 марта 2018 года. Прожив два года по своему местному времени, мы вновь пойдем голосовать на эту тему. Эта тема возникла в 2014 году, когда решением президента было отменено так называемое сезонное время, и мы остановились на зимнем времени. И вот с этого времени, с 2014 года, и стал обсуждаться активно данный вопрос о нахождении области в той или иной часовой зоне. К нам в областную думу поступали сотни тысяч обращений, под 200 тысяч, с тем, чтобы мы установили местное волгоградское время. И тогда по инициативе общественной палаты в 2018 году был организован и проведен референдум. Два года назад 58% жителей региона отдали голоса за местное время, 40% хотели оставить московское. Эти итоги удивили многих. Кто-то говорил, что вопросы были сформулированы непонятно, кто-то, что тема не исследована до конца. Сегодня два года жизни по выбранному времени можно считать экспериментом. Потому что крупный бизнес, промышленность, они заявляли о том, что для них удобнее время московское. Они увязаны тесно с Москвой и другими регионами страны. Многим людям старшего возраста удобнее время местное, потому что удлиняет световой день, есть больше возможностей поработать на дачных участках и так далее. Поэтому мы определились для себя, что через 2-3 года давайте мы вернемся к этому вопросу. У людей есть возможность сравнить тот период времени, этот период времени и определиться окончательно уже с этим вопросом, в какой часовой зоне нам находиться. 12 марта этого года было принято постановление областной думы о создании оргкомитета по голосованию об изменении местного времени. В него вошли руководители партийных фракций, члены общественной палаты региона, а также общественники и представители муниципальной власти. Оргкомитет организует голосование с 25 июня до 1 июля включительно. Это голосование упрощено и пройдет как опрос. Человек, пребывающий на избирательный участок, после того, как он проголосовал за поправки в Конституцию, подходит либо в другое помещение, либо в отдельное место, показывает свой паспорт о том, что он достиг 18 лет и проживает на территории Волгоградской области. На основании этого ему выдается бюллетень, где тоже очень понятные вопросы. Вот я позволю себе прочитать, коллеги. Вопрос звучит так. Какую часовую зону вы считаете предпочтительной на территории Волгоградской области? И два варианта ответа. Вторую часовую зону, московское время. И другой вариант. Третью часовую зону, время, установленную на территории Волгоградской области в настоящее время. Если перевес в пользу возвращения московского времени будет незначительным, 2-3%, то решение 2018 года останется в силе. Если же за московское время в Волгоградской области проголосует более 9% жителей, то мы вновь вернемся на час назад. Татьяна Крючкова, Максим Ищеряков, телеканал «Волгоград-1».